За прошедшее время рабочая группа уже определилась с объемом работ и обследовала ряд исторических объектов. В центре внимания застройка причалов Балаклавской бухты, парк 35-летия Победы, площадь Захарова, 18-я батарея, мыс Фиолент и многие-многие другие незаконно изуродованные исторические места. Мы большую часть этих объектов уже исследовали, задокументировали, внесли в соответствующие документы, представили эти документы в Севастопольский реестр. Активно участвуем в судебных процессах по восстановлению истинной справедливости в отношении этих объектов недвижимости. Вопрос с незаконными застройками необходимо урегулировать максимально быстро и с минимальными потерями для города, подчеркнул губернатор Севастополя Сергей Миняйло. Если где-то что-то практически уничтожено, то надо нам с вами понять, что делать дальше. Если это восстановимо в первозданном виде, вопросов нет. Надо восстанавливать в том первозданном виде, в котором есть. Если это невосстановимо уже, надо подумать, что делать дальше. Правительством Севастополя уже составлен ряд исковых заявлений. На 25 марта запланировано первое судебное заседание в отношении незаконных застроек. Спорные случаи не просто идут в суд, мы готовим документы. В этом отношении природоохранная прокуратура нам очень помогает. В лице зампрекурора набираем обороты в этой работе. Я думаю, что севастопольцы уже в этом году почувствуют результаты работы этой рабочей группы. Более того, ведь вопрос не стоит о том, чтобы изъять, поделить и отобрать. Речь идет о том, чтобы восторжествовала законность. И самое главное, чтобы потом эти объекты имели план развития. Рабочая группа принимает обращения граждан по электронной почте vk.controlsobaka.mail.ru Анна Малышко, Виталий Козловский. Информационный канал Севастополя.